хвастаюсь очередными своими тараганами в голове вот это вот хреновина которая стоит у меня на столе а я не побоюсь этого слова что это хреновина ребята химики физики и лаборанты извините меня я знаю что это такое и как это называется это вакуумный эксикатор используется он в лабораторных условиях для именно вакуумной сушки различных препаратов и для удаления влаги из различных веществ ну и рядом соответственно вы видите вакуумный насос и надеюсь господа нажиманы прекрасно понимают для каких целей эти две вещи вот вакуумный эксикатор состоит из верхней крышки которая просто притерта то есть это притертое стекло сам стеклянный кран тоже притерт к отверстию в крышке и собственно сама крышка притерта к основной банке да ну сейчас я соберу наверное систему то есть я не буду подключать вот вот это вот все то есть это дополнительно еще шланги кран вакуумметр у меня это валяется кусок газового шланга сейчас просто воткну ну и посмотрим как работает работает ли вообще вот это вот вся система пока ставлю на паузу ну что дамы и господа пробуем собрал я вакуумную эту установку эксикатор плюс вакуумный насос простой газовый шланг продается в магазинах и вот загнал пока детей нет дома загнал туда мячик опыт и как бы с водой проводить можно но довольно таки долго то есть массовый насос слабоват но вода начинает бурлить то есть как бы закипает очень долго просто сам процесс идет вот с мячиком сейчас сами посмотрите так включаем насос блин самое главное чтобы не рванул мячик смотрим ну я надеюсь всем видно да как это чудо начинает раздуваться камере и заполнять пространство ребята я вот сейчас закончу это не дай бог он сейчас бахнет там внутри пробуем снять шланг ну и следим внимательно за мячиком ну и все вот в принципе так вакуумная установка работает но теперь кратко по ттх да собственно вот этого эксикатора я думаю что его высоты в принципе достаточно будет для того чтобы загнать туда клинок и пропитывать рукоятки спокойно без всяких проблем с помощью вот этой вот вакуумной установки а также попробую попробуем как-то стабилизировать наверно да пару деревьях ну еще нужно дождаться пока придет химия ну вот как то так в общем все ну и до новых экспериментов до свидания